Друзья и гости моего канала. Поздравляйся, Егор. Егор, Махачкагор, юный промысловик. А мы тут наловили подлёдные рыбалки. Сейчас я попрошу Егора направить объектив. Вот так вот, держи, пожалуйста, Егор. Идёт съёмка. Покажи наш стан. Расскажи что-нибудь про наш стан. Ребята, сегодня я хочу показать. Я даже было дело хотел взять лыжами Егору по горбу дать. Смотрите, мы пошли на рыбалку. А Егор, как юный промысловик, взял вот что. Сайру. Тихоокеанскую, натуральную, с добавлением масла. А я подумал, сейчас пробурю два-три поклёпки. О, нихрена. Принес больше юмористический. Решили проверить, тут шарвошка течёт, так называемая. Говорят, там хоть удочка попадает. Говорят, рыбная. Ну, летом я тут рыбу ловил. Довольно даже неплохо лухарил. На римчик, говорят, есть. На римчик я видел, как на закидушке ловили тут. Вот хотел, было дело. Говорят, кто-нибудь в низовьях что-ли рыбачил. Хрен поймет. Кто где, говорит. Мы тут пробуем. Вот. Чего поймал что ли? Нет. А я думал уже. Вот, хотел показать вам. Рыбачил на червях, вот такая мормышка. Сейчас покажи, с глазом таким. Это глаз, как его называется, фосфорный. И это он так-то, бывает, неплохо выручает. Там у нас с большего костерок с Айра Атлантическая. Больше вот так, приехали. Ну, а глубина, Ир, скажи, какая глубина тут. Нет, не глубина, а лёд, толщина льда. Ой, блядь, толщина метр точно. По ручку почти буру. Да, поэтому спокойно вот сидим тут на льду. Ну, Егор, он боится, он трус белорусов. А хотя это вес, ну, у нас тут будет нормальный, ну. Туда чаем, подкармливаем чаем. Ну, стой, Егор, расскажи. Подпаиваем. Что-нибудь товарищам. Ну, что ты хочешь рассказать? Ну, чего? Ну, про твою деятельность. Деятельность по поводу охоты, да. Ну, охоты, рыбалки. Расскажи свои планы на будущее, связанные с тайгой. Расскажи, я думаю, может, подписчикам будет интересно послушать. Будем осваивать. Говорю, будем осваивать, осваивать, ещё раз осваивать тайгу. Здесь много всего ресурсов. Куницы, да, есть, никто не добывает. Куницы, зайцы. Нет, кто-то добывает, так, единичные случаи, и то уже старые. Белок много. Сейчас. Косёр разгорается. Рыба доелась. Да, рыба доелась. Косёр разгорелся. Что, Егор, ты расскажешь? Крылья, дикый гусь. Позапрошлый год добыт был. Гухарь. Тоже позапрошлый год в петлю попался. Кстати говоря, чем он мне запомнился, этот глухарь. Тем, что он попал в перегородку на рябчика. Шерловыще. У меня есть видео. Попал и проволоку оборвал. Но проволока была, как получается, вот так он попал. Вот. Шею и крыло как-то. И он, короче, он оборвал. Недалеко собака нашла. Он придушил сам себя. А сейчас в качестве опахала. Суть у меня тоже был на охоте. Только в наземные петы оставил. На глухарях. Ну, перегородки. Короче, дожди лили тогда. Неделю больше. Вообще не провели. Почти порой такие дожди вообще не переставали. И я работал тогда с митворами. По вечерам ездил. Петы проверял. И каждый день там растили два дня. И в него вообще ничего не попадалось. Такие дожди там. Один-два рябчика попалось. Короче, бед не обошел. Пусто, короче. А он же в сумерки. Подхожу. За гору. Что-то здоровое черное. Да сырое все. Воды там, бля. Лужа. Че он туда повез, я не знаю. Гухарь, короче. Попался. А недалеко отошел. А вот так на крыло проволоку намотал. И получается скалом сам себя задушил. Здоровый такой. Попался. Хороший бухарь. Килограмма три-четыре чистого мяса было. Я уже мучился. Диетического или нет? Да. Таёжного. Таёжного мяса все хорошее. Южа, наливай чай. Я как раз только. Чай-то мой. С этой курицей сошелся. Допивает. Со своей подругой сошелся. Ха-ха-ха-ха. Нет. Зал говорит, наливай там два грамма. Не надо сюда ездить. Нет, не надо. Я пропился. Короче, приехал. Положил дома мамке. Захожу. С матерью жили в одной секции. Ну, на Ленину. Вообщем. Захожу мамке. Показываю. Мне в мотыгу какую курочку я поймал. Она говорю, ухай. Тазик. Обычный стандартный тазик. Мы бросили его туда увесь там. Короче, в тазик. Она приходит с работы. Я говорю, смотри какую курочку я поймал. Ой, начал. Ой, такой красивый. Большой. Ха-ха. Потом я овощи пал. За два раза. Я как раз потом начал дежурить в ночь. Ну, раз взял пол гухаря. На работе все сидят. Там свой бичпакет. Не бичпакет. А я открываю. Запахи. Гухаря. Ха-ха. Не то ж Вова. Это же лучше, чем это там. Они там какой-то бичпакет. А у нас все натуральное. Ребята. Рыбалка. С большего юмористическая. Ну, все равно. Не, вот этот ручей с шармом. Не, здесь есть рыба. Хариусы крупные есть. Да. Ну, тут есть тоже проходной двойной. Угу. Не, а хариусы здесь серьезные есть. Вот здесь хороший хариусы. Знамивие есть. Сик есть. Прошлый год, позапрошлый. Я, Павел, это, разговаривал с мужиками, даже видел. Думал, врут, видел. В случае поимки под яскарь здесь. Угу. Уже штук восемь их вывалил. Ну, спиннингом. Угу. Не пойму. Сколько это дней? Уже восемь, семь с половиной. Хорошо. Еще можно еще. Я вообще фанат зимней рыбалки. Да, а я ни разу не ходил. Вот сейчас вот попробую. Ну, все равно интересно, да, вот уже. Сейчас уже пойдем домой. Попробовать, хотел вот даже просто удочку подержать, да. Я уже пойдем домой. Поето. Займусь, наверное, сбором чаги. Чаги. Пошел место сбыт чаги. Попробую собирать. Что сейчас? Работы нет, блин. Аферисты уволили меня. Аферисты? Ну, этот наш жил-сервис. Если, может быть, кто-нибудь меня смотрит из жил-сервиса, знайте. Ваш жил, вы горимые аферюги. Вы помимо того, что наживаетесь на людей, еще на работягах наживаетесь. Взяли, разделили, типа, жил-сервис, дочерняя фирма. Тут такие дураки все. А мне похеру я могу сказать. Книгу жалоб записать там же. Они там сидят в курице в конторе, по двадцать получают тысяч. А мы по четыре, блядь. Куда это? Короче, с большего рыбалка. Сейчас, Юр, попробуй тоже вот это вот. Ну, сколько ты добыл курицу в этом сезоне? А, пару штук, штук-три, наверное. Точнее, говори, что ты добыл. Четыре рябчика. Четыре рябчика. Четыре рябчика? С моего участка? Четыре рябчика. Три курицы. Две курицы и один кидус. Ну ладно, две курицы. А, один кидус. Вот. Курицы с соболем. А я вот не знаю, Юр, вот эти вот когти такие длинные. А что, самого следа не было, только когти? Наверное, птица? А птица, значит, глухарь, наверное, да? Я не знаю, что там когти. Ну, вот по телевизору показывали, в принципе, сейчас рассказывали за группу этого Дятлова, которые погибли там. А я понял. Такие же когти? А там показывали когти, они похожи. Игорь, что ты жучий сам на себе? Не, похоже, знаешь, что на росомаху. На росомаху. Ну, у росомахи уже, про еще цвет есть помимо когтей. Она одни когти не оставляет в снегу. Ну, у нас же должны здесь росомахи быть. Да и есть росомахи. Ну, вот. Рыси. Росомаха, тогда ближе к делосей, по-моему. Ну, или, значит, тогда, возможно, птица уже. Я года три назад. Сейчас весна жива. Я года три назад. Ружья-то нету. Пошел. Капканы тоже ставил. Стал за карьером. Мотика, слышишь, лает. Вот он злобый. Думаю, медведь, что ли. Как раз только ноябрь начало. Думаю, пирог, что ли. Сидов-то не было. Подхарусматриваю на елка здоровая. Сидит молодая росомаха. А это где? Стал за карьером. Угу. Ружья нету. Ну, я ее взял. Может спрыгнуть. Хостер разгорается. Порвет на собаху. Зачем лучше. Ну, вот. В Троицке пацаном был. Ставил капкан. Попадал. Капкан был такой. Разломал. Нахуй в руки прахает. Капкан. Ну-ка, она по размеру. Она здоровая была. Мощные такие. Блядь, мужики вот такие пени, блядь, капкану приделывают. Потаск нахуй. За ночь по большому снегу. Куда с ним уходят садим? Подтаск? Жимку такую здоровую ставят. Куда уходят? Блядь. Ты с ней так не уйдешь, как она садим. Ну, а они вообще говорили, что по телевизору, что они даже на всех нападают. Могут на белого медведя. Ну, хоть на кого напасть. На медведя навряд ли она нападает. Ну, и здоровых вообще. Ну, лось, оленя-то. Животных. На человека прыгает. Ну, да. Так вот, они определяли, что, видимо, эту группу, может быть, на них напали росомахи. Они по одной ходят себе. Угу. Там, потому что у людей, ну, так рассказывают, что они там покалеченные были. Там то одно, то другое, вы кого-то. И они определяли, что вроде как росомахи. Ну, такое предположение было. Это ты смотришь, пусть говорят. Ну, вот это вот и показывали, да. Пусть говорят. Передача была большая. Ну, да, они там что только не рассказывали. Так что, друзья. Так что, ну, это... Вы хотите рыбачить? Приходите. Подъезжайте. Мы вас свозим. Егор вас свозит. У него джип недавно приехал. Джип, да. Вот я тут с Арсением шел, а у нас возле дома джип стоит. Я говорю, надо вот, Арсений, нам такую же с собой покупать. Машину. Ну, а джип еще будет, тогда обязательно. Пока нету. Ну, Юра, может, скоро будет. Сегодня у меня черви. В такой коробочке. Главное, это торжество православия. Подарок Николаевича бродяги. Коробочка. Что ему большое спасибо. И жду его все-таки на рыбалку. Сюда, чтобы он приехал. И на охоту, как получится. Ну, да, да, да. Здесь все равно... Квартира большая. А, там разместимся, да. Переночуем, а потом дальше там видно. У города же. Баба холостая. А? Ха-ха-ха. Ладно. Нет. Ждем его, конечно, всегда. Ну, да. Если приедет. Будет большая радость для нас. Да, вообще уже... Что ты, Махачкогол, мне еще скажешь? А, все уже, это, съемка-то заканчивается. Сейчас вот попробую тоже по, по, это, удочкой. По, кивай. Так. Выключаем, отключаем. Ладно. До свидания, друзья. И гости его оказал. Встретимся уже в эфире. Летом. Отключаешь? Не, не летом. Не, не летом. Ну-ка.